Владимир Путин Здравствуйте, коллеги! 7 апреля в Санкт-Петербурге прошел медиафорум Общероссийского народного фронта, участие в котором принял президент Российской Федерации Владимир Путин. Вопрос от Рязанской области смогла задать журналистка Дарья Капосова. Вопрос состоял из двух частей. Первый касался затертой до дыр темы о состоянии дорог. Второй – застройки села Константинова. Президент не оставил вопросы без внимания. Со второй части вашего вопроса нужно посмотреть. Не знаю, что сейчас там происходит. Давайте, давайте данные обязательно посмотрим. И если это требует вмешательства с федерального уровня, мы и это сделаем. Потому что есть вещи, которые представляют общенациональный, а не региональный интерес. В том числе и памяти о таких людях, как Есенин, как Константинова. А вот первая часть вопроса относится к чисто региональной проблематике. Потому что дорожная сеть внутри населенных пунктов и областных центров – это исключительная компетенция региона Российской Федерации. Давайте посмотрим. Мы посмотрим вместе с губернатором. Я с удовольствием постараюсь вам помочь. С удовольствием. Наша съемочная группа решила узнать у рязанцев, какой вопрос хотели бы задать они Владимиру Владимировичу. Появить у них такая возможность. Скажите, если бы у вас была возможность задать нашему президенту один простой вопрос, что бы вы у него спросили? Я спросила, что бы мне крышу отремонтировали. Когда пенсионер им прибавят. Ой, когда повысит пособие детское. Может, я ему пожелала бы терпения и здоровья. Не знаю, да. Терпения я бы ему пожелал в его непростом деле. Через неделю у всех жителей страны будет возможность задать свой вопрос президенту. Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 14 апреля в 12 часов дня по московскому времени. Представители городской власти тоже по-прежнему обеспокоены качеством ремонта асфальтовых ям. В конце недели сотрудники городской администрации вышли в рейд, чтобы проверить несколько рязанских улиц. Об итогах проверки в следующем материале. Представители администрации выехали в рейд по точкам, где проводится ремонт дорожного полотна. В осмотре также приняли участие подрядчик и руководители Рязанского сообщества автомобилистов. Рейд проходил на улицах Островского и Халтурина. Сейчас у нас работает 8 подрядных организаций. Они распределены у нас по всему городу. То есть одновременно во всем городе работает порядка 20 дорожных бригад. На нескольких улицах одновременно они выполняют работу. Ежедневно выполняется около 1000 квадратных метров ямочного ремонта. Это нам позволит в течение двух недель привести городские дороги в нормативное состояние. Основные работы по ремонту дорог планируется завершить к 20 апреля. Сейчас Управление благоустройства ведет мониторинг гарантийных дорог. Именно на этом участке на улице Островского ремонт проводит компания «Трансгрупп Логистик». Все работы мы стараемся выполнять в срок и согласно с гостом, который есть. Рязанские автомобилисты теперь и сами имеют возможность повлиять на качество городских дорог. Фото и видео разбитого полотна и некачественного ремонта дорог водители скидывают в автомобильную группу ВКонтакте. Ну а руководство группы докладывает об обстановке напрямую рязанскому мэру. Мы столкнулись с проблемой отсутствия обратной связи от автомобилистов к должностным лицам, принимающим ключевые решения в этих вопросах. Все мы прекрасно понимаем, что работу на дорогах выполняют подрядчики и не всегда хорошо. Не всегда так, как нужно это делать. Надеюсь, что вот эта система, которая была создана, вот это движение, оно принесет положительный результат. Оказание правовой помощи малоимущим гражданам – это большая и важная работа. Сейчас между Рязанской администрацией и региональным отделением Ассоциации юристов России заключено соглашение, благодаря которому такая категория граждан всегда может обратиться за квалифицированной помощью к юристам. В городадминистрации сегодня состоялась процедура подписания соглашения, благодаря которому уже действующий список услуг расширяется. Ассоциация юристов Рязанской области намерена организовать бесплатное консультирование по вопросам ЖКХ. Об этом рассказал председатель организации Анатолий Музюкин по итогам подписания соглашения с администрацией Рязани, состоявшегося 8 апреля. Работа по оказанию правовой помощи нашему населению очень актуальна и востребована. Люди нуждаются в том, чтобы им дали какой-то совет, какую-то консультацию. Проблем много. Решать, может быть, на уровне не всегда, так сказать, можно. Поэтому они идут к юристам. Каждую последнюю пятницу месяца в областной библиотеке имени Горького граждане могут получить бесплатную консультацию юристов, представителей прокуратуры, службы судебных приставов. Теперь в спектр обсуждаемых вопросов добавится тема оказания жилищно-коммунальных услуг. Юристы смогут не только проконсультировать о способах решения проблемы, но и составить заявление в нужный орган власти. Суть этого соглашения состоит в том, что ассоциация принимает на себя некие обязательства более черномасштабно проводить работу, связанную с оказанием бесплатной юридической помощи отдельно в категории наших граждан, наших горожан. По словам главы администрации, эта услуга оказалась очень востребованной у горожан. Услуги юристов – дорогое удовольствие. Не каждый может их себе позволить. Ассоциация делает все, чтобы оказать помощь гражданам, особенно малоимущим. Пожароопасный сезон в регионе продолжается. И, как показывает практика, не обязательно быть сотрудником МЧС, чтобы проявлять смелость и характер. Двое юношей помогли пожарным спасти Рязанское село от огня. Они отважно потушили возгорание травы в Рязанском населенном пункте Агропустынь. Студенты боролись с пламенем в течение нескольких часов. Неконтролируемый пал травы в весенний период является настоящей бедой для Рязанской области. Вечером 6 апреля поступило сообщение о загорании травы вблизи села Агропустынь. В пойме к огнеборцам присоединились неравнодушные люди, в том числе двое юношей Сергей Конышев и Артем Губарев. Проезжали мимо, увидели пожарный автомобиль проехал. Но потом посмотрели, горит что-то. Решили посмотреть проехал. Приехали, посмотрели. Уже на месте молодые люди предложили свою помощь и сразу же получили хлопушки, которыми в течение нескольких часов вместе с пожарными тушили сухую полевую траву. Кстати, в тушении горящей травы принял участие Сергей Филиппов, начальник регионального управления МЧС. В 20 часов я принял решение выдвинуться на место, потому что были большие, как вы здесь наблюдаете, объемы. Выдвинулся на место с водителем и здесь уже работала наша полянская пожарная часть. Но двумя автомобилями, конечно, быстро потушить не удается, потому что и ветер, и сухая трава идет распространение. Руководитель управления пообещал поощрить молодых добровольцев. Планируется также наказать недобросовестных владельцев территории, которые не следят за землей и не участвовали в тушении. Мы с другом, если мы вдвоем, мы всегда попадаем в какие-то ситуации. Ну вот в том году мы тоже тушили, прямо возле наших домов, там поле горело, мы тоже помогали. Ну то есть, грубо говоря, свои же дома отстаивали? Ну да. Поэтому это не первый раз. Позднее оказалось, что с начальником регионального управления МЧС Сергей Конышев уже видел все утром. Юноша обучается в колледже имени Комарова и утром того же дня участвовал в показном учении во время проведения выездного совещания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности при правительстве Рязанской области. На учении молодой человек был в группе, которая тушила учебный пожар. Вот и попрактиковался на реальном. В Рязани представили книгу о мастере танковых ударов. Презентация книги о герое Советского Союза Андрея Серебрякове, уроженца города Ряжска, состоялась в Рязанской областной библиотеке имени Горького. Подробнее Анна Герцовская. Андрей Серебряков прожил недолгую жизнь. Когда он погиб, защищая подступы к Воронежу, ему было 28 лет. Это была суровая борьба. В составе танковой колонны они держали оборону города в ходе Великой Отечественной войны. Воронеж несколько раз переходил из рук врага в руки нашей страны. Отставить эту позицию было ключевым моментом. Воронеж был преградой. Он не пропускал фашистов к Волге. И все же танковая колонна погибла 24 июля 1942 года. Звание героя Андрей Серебряков получил значительно раньше. В суровую зиму 1940 года в боях на Карельском перешейке он проявил мужество, героизм, снискал себе славу мастера танковых ударов. И после награждения в 1940 году его пригласили работать в столицу в управление Федеральной службы безопасности по городу Москве и Московской области. Теперь в честь танкиста, младшего лейтенанта госбезопасности Серебрякова называются улицы нашей страны в Москве, Воронеже, Ряжске. Кстати, на его родной земле происходят и другие преобразования. В прошлом году было принято решение и Ряжскому дорожному технику, где Андрей Михайлович и учился, и работал, было присвоено почетное звание Героя Советского Союза Михаила Андреевича Серебрякова. На территории этого учебного заведения будет поставлен бюст. Такой же бюст будет несколько позже, открыт тоже в этом году, наверное, ко Дню памяти и скорби, в городе Воронеже, где место захоронения танковой колонны. Ну а потом в Москве. Памятная доска появилась и на родной школе Андрея Серебрякова. Получается, что памяти героя не просто хранится, она оживает. Дочь Серебрякова на протяжении всей жизни собирала информацию о своем отце. Когда он погиб, ей было всего год от роду. Но воспоминания его сослуживцев, родных и близких людей смогли дать Людмиле Серебряковой четкое представление о том, какой был ее отец. Людмила Андреевна не только написала эту книгу, издала ее, но и передала в дар библиотекам Рязанской области 80 изданий этой книги. Мы благодарны вам, Людмила Андреевна, за эту щедрость и за этот бесценный подарок. Спасибо вам большое. Как это ни парадоксально, автор считает, что чем дальше уходит в историю война, тем ярче становятся события. Потому что с каждым годом открываются какие-то новые страницы истории. Народные названия и прозвища известных рязанцам мест в городе. По некоторым коротким названиям жители города даже быстрее ориентируются, чем по названию улиц или точного адреса. Давно к ним привыкнув, мы порой не замечаем красоты или особенности зданий, расположенных на улицах, по которым ежедневно проходим или проезжаем. Между тем, краевед Игорь Канаев уже много лет собирает народные названия зданий, которые так или иначе выделяются среди типовых многоэтажек. Знакомилась с их неофициальными именами рязанских домов Марина Комиссарова. На углу улицы Пожалостина и Первомайского проспекта располагается первый в Рязани высотный жилой дом с пятым этажом в виде башенки. Он построен в 1929 году по проекту архитектора Сошкина. Тогда он был окрашен в черные и оранжевые тона, что придавало дому сходство с хищной птицей. К тому же в 1941-1943 годах на крыше этого высотного здания располагался командный пункт зенитной батареи. Об этом сейчас напоминает мемориальная доска на фасаде здания. Сейчас мало кто вспоминает о схожести этого здания с хищной птицей. Но Игорь Николаевич Канаев, известный рязанский краевед, считает, что такие имена могут стать дополнительной особенностью нашего города. Краевед собирает народные названия зданий уже много лет. И за это время у него набралось порядочное количество таких объектов в разных частях города. За последние лет 20-30, когда оригинальных домов стало много в Рязани, таких необычной архитектуры, они вот как грибы растут. У каждого почти необычного дома есть прозвище свое. Два рояля, три поросенка, чертов палец, бегуди, которые мы здесь видим, вилочка, которая строится на месте огромной кинофабрики. И так по разным частям города, сейчас особенно высотные, такие башенного типа дома, получают не только имена по той строительной фирме, которая так хочет их назвать, а мне гораздо важнее народные названия, как люди их обзывают. Два рояля гордо возвышаются на улице Маяковского. Они же два сапога пара. Украинские свечки – самые высокие на настоящий момент. В Рязани 25-этажные жилые комплексы, которые застройщики назвали именами литераторов – Шевченко и Гоголя. Дом-комод на углу пожалостенной свободы получил такое название за балкончики, напоминающие ручки ящиков. А вот дом-бегемот утратил свой вид и теперь мало напоминает былые очертания. Ранее именно так называли дом-быто, ныне торговый центр. Если вот так по старому городу особенно пройти, то много оригинальных домов таких уже получили народные прозвища. Где-то они широко известны, где-то известны только узкому кругу жителей местных, но потом, может быть, их судьба может сложиться так, что и весь город так будет знать. Так же, как произошло с домом-комода, который знал все население довоенной и послевоенной Рязани. Время настало издать такой буклетик, где не только обозначить эти дома, сфотографировать их и написать их название народное, но и попытаться объяснить почему. Потому что у некоторых домов есть два или три объяснения. То есть есть четко. Вот дом-комод – это уже только похожий на комод. У остальных же домов есть и по два, и по три варианта объяснений. Вот такие варианты, возможно, человек откроет книжечку и покажется ему наш город не такой же серый и пыльный, особенно по окраинам, а город, разбавленный такими домами с народными прозвищами. В наших силах среди типовых серых зданий замечать необычные – с историей или без. Те, которые отличаются от соседей и делают облик города особенным. Видеть красоту в, казалось бы, привычном и обычном. В этом тоже заключается любовь к городу, в котором мы живем. На этом у меня все. Далее смотрите программу подробностей и прогноз погоды. Мы прощаемся с вами до завтра и хорошего продолжения вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова